Когда мы начали забастовочное движение, это 89-й год, ну тот момент был интересный как-то, знаете, активно все были, требовали мы на забастовках, повышение зарплаты, ну как обычно, экономические требования, увеличение отпуска, условия труда, по выполнению наших требований довольно тяжело это все пробивалось, поэтому приходилось раз за разом бастовать. И в шахте оставались люди, голодовки объявляли, потом законом это запретили, сложно было добиваться всего того, что есть сейчас, вот тогда пришлось это выгрызать буквально. Ну для всех же это вдовинку было, забастовки, как таковы же не было, многое с нуля делали, да, потом же другого выхода уже не было, как-то проявить свою форму протеста, а боязни никакой не было, у нас ни стычек с милицией не было, ничего. Ну, во-первых, пеший поход мы пошли, в Луганск мы пошли, пешком, через Стаханов, через Тывомас, через Коммунаст, потому что зарплаты задерживали не только нам, а учителям, врачам. Была цель, как можно больше с собой народа поднять. По ходу того, как мы шли через города, через населенные пункты, выходили, трамаски нам выносили, воду выносили, поддерживали. Я говорю, пойдемте с нами, пойдемте. Ну так, никто не присоединился, кроме шахтеров, никто не принял участие в этом походе, потому что если бы нас было тогда не 1200, а 12 тысяч, то гораздо быстрее бы мы добились для всех улучшения, понимаете? А так, нас 1200, во-первых, не все же пошли, даже с наших шахт, не все. Кому-то начали платить, кому-то не платить, ну и так вот разбили наше движение постоянно. Там заплатят объединению, тут не заплатят, потом наоборот, тут заплатят, там не заплатят. Ну, так вот, то есть солидарности было сложно добиться. Непосредственно в Луганске, ну, пришлось перекрывать центральные улицы, блокировать движение общественного транспорта, чтобы обратить на себя внимание. Ну, вот это небольшой такой конфликт был, потом вызывали меня в органы, предупредили, что могут наказать. Серьезно за то, что перекрыть движение, хотя, так, эксцессов таких не было, чтобы пожарную машину не пропустили, или скорую помощь. Ну да, потому что не все добились, что хотели. Обманули.